Юлия Коздобина с нами на связи, эксперт аналитического центра «Украинская призма». Юлия, здравствуйте, рад вам в эфире «Фридом». Добрый вечер. Вы знаете, с точки зрения человека, который не погружен в контекст российской войны против Украины, который, возможно, спал все эти последние 10 лет, хотя даже и раньше, вот до момента начала войны в Ичкерии, до момента начала войны против Грузии, выглядит вся ситуация вот таким образом. Есть Путин, российский лидер, глава Кремля, который уже на протяжении многого времени говорит о переговорах, о мире, который говорит, который через различные пути, через различных людей, таких как, к примеру, министр Венгрии, господин Орбан, передает эти самые «мирные» в кавычках, естественные инициативы. И есть Владимир Зеленский, есть дипломаты Украины, и в целом Украина, которое якобы, сделано там слоем акцент, говорит о войне до победного конца. Кто-то может это назвать вот этим аспектом страха вечной войны, есть такое выражение в Соединенных Штатах Америки. Можете ли этим людям, которые спали все последние 30-40 лет, объяснить, почему инициативы Кремля – это не про мир, и почему инициативы Киева – это как раз про мир? Я думаю, что ответ на вопрос, почему инициативы Кремля – это не про мир, совершенно очевиден, потому что достаточно посмотреть на те требования, которые выдвигает Кремль для того, чтобы начать переговоры. Он говорит о том, что интересы Кремля необходимы, интересы России необходимо учитывать, и интересы заключаются в том, что те территории, которые Россия аннексировала уже после начала, полномасштабной агрессии, и которые Россия на самом деле даже до конца не смогла оккупировать в ходе этой полномасштабной агрессии, Украина должна признать российскими. И это имеется в виду территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. То есть совершенно очевидно, что такое ультимативное требование не имеет ничего общего с попытками достичь справедливого мира, о котором говорит Украина. О чем говорит Украина? Украина говорит о том, что справедливый мир возможен только на основании международного права. И одно из основополагающих, один из основополагающих принципов международного права это принцип нерушимости границ. И Украина говорит о том, что для того, чтобы мы могли начать говорить о мире, Россия должна прекратить огонь, и Россия должна вывести свои войска с территории, которые являются суверенной территорией Украины, включая территорию Крыма, которую Россия оккупирует с 2014 года. То есть мы говорим, Украина со своей стороны говорит о том, что да, мы хотим мира, но мы хотим справедливого мира. И, к сожалению, из-за того, что Россия продолжает свою агрессию против Украины и отказывается прекращать огонь, мы вынуждены продолжать воевать с ней, потому что наша война является самообороной против российской агрессии. Во время саммита ШОС Путин говорил о непосредственно своих опасениях, что ли, о том, что в случае, если будет прекращение огня, Украину будут доукомплектовать, передавать ей больше вооружения, она будет там, то есть, как это, знаете, говорят российские пропагандисты, Украину будут накачивать оружием. Интересно, а как назвать тогда правильно сотрудничество России КНДР или Ирана? Это не накачивание оружием? Наверное, нет. Ну, оставим эти фантазии, скажем так, для пропагандистов и их хозяев, по-другому сказать я не могу. Но давайте с точки зрения цивилизованного мира посмотрим на ситуацию в случае прекращения огня. Вот как это предлагал господин Орбан, стоя в Киеве, которая обстреливается, стоя в целом в Украине, которая каждый день находится под огнем, каждый день. Что будет, если вдруг каким-то образом Украина и Россия приходят к моменту прекращения огня? По крайней мере, его приостановки. Как Россия может использовать это время? Ну, я думаю, что нам особенно фантазировать не нужно. Да, мы, в общем-то, имеем опыт предыдущих восьми лет, которые... Ну, восьми лет имеется в виду до полномасштабного вторжения, когда, в общем-то, Украина пошла на переговоры с Россией, и Украина пошла на то, чтобы заключить мирные соглашения, минские соглашения. И, в общем-то, в рамках этих соглашений было достигнуто большое количество договоренностей о перемириях, которые со стороны России каждый раз нарушались, звучали обвинения в сторону Украины, что, на самом деле, Украина виновата в этом. А в то время, пока шли якобы переговоры между Украиной и Россией о том, чтобы разрешить конфликт, который лежит в основе этой войны, Россия, во-первых, укрепляла свою власть на территории, которую она оккупировала. Во-вторых, Россия милитаризировала Крым. В-третьих, Россия продолжала свою гибридную агрессию против западных стран. То есть, с одной стороны, она говорила о том, что да-да, мы хотим мира. А с другой стороны, Россия манипулировала переговорным процессом, в то время как она однозначно была стороной конфликта. Да, Россия продолжала заявлять, что она не сторона конфликта, она посредник. И что на самом деле сторонами конфликта являются Украина и так называемая ЛНР-ДНР. И, собственно говоря, это делало достижение мирного урегулирования невозможным. То есть, с одной стороны, она как бы делала так, чтобы договориться было невозможно. Обвиняла Украину в том, что Украина не выполняет свои обязательства по Минскому соглашению. И параллельно с этим продолжала готовиться к продолжению агрессии. То есть, как раз делала все то, в чем она сейчас пытается обвинить Украину. Напомню также еще раз, сделан на этом акцент. Петро Павел, президент Чехии, говорил о том, что у россиян нет мотивации, в целом, конкретной мотивации вести переговоры. Но, как уже понятно, в целом, даже не за время российской войны против Украины с 2014 года по сегодняшний день, это еще было видно со времен войны против Ичкерии. Кремль идет на переговоры и идет на любые инициативы, которые выдвигаются именно второй стороной, после того, как эта самая вторая сторона показывает силу. Это, в принципе, и мы сейчас видим сначала полномасштабную агрессию. Как только силы обороны Украины доводят, показывают российским оккупантам, кто тут хозяин на территории Украины, после этого в Кремле начинают они побыть. То есть, этого слова, ныть и просить об определенном процессе переговоров. Я себе отдаю, наверное, отчет, что вот такое мнение есть не только у Петра Павела, президента Чехии, но, наверное, и у многих европейских лидеров. Соответственно, должны приводиться, наверное, определенные действия, которые будут подталкивать россиян, простите, к этому нытью. Вы видите сейчас поле для как раз вот таких вот решений, конкретных решений. Возможно, это будет саммит НАТО, именно полем для подобных решений, чтобы больше мир слышал о вот этих вот стенания российского диктатора и в целом представителей военно-политического руководства. Ну, в общем-то, во время саммита НАТО уже сказано, что, во-первых, будут определенные шаги, которые будут говорить о том, что движение Украины в сторону НАТО является необратимым. Во-вторых, будут приняты решения, будут оглашены решения о том, что продолжит НАТО поддерживать Украину и будет укреплять способность Украины защищаться от России. Но на данный момент мы знаем, что у НАТО есть очень четкая позиция, что НАТО не является стороной этого конфликта. И напрямую конфронтацию с Россией НАТО как альянс идти не хочет. Поэтому, к сожалению, хотя будет много заявлений в нашу поддержку, но все равно остается разница в потенциалах Украины и России. То есть будет поддержка, будут поставки оружия, будут пакеты помощи, будет ПВО, вопрос в достаточном ли количестве. Но, к сожалению, будет ли этого достаточно для того, чтобы Россия ощутила силу НАТО, я, к сожалению, в этом сомневаюсь. Еще один аспект, который распространяют, кстати, украинские деятели, скажу вот таким образом, не хочется говорить слово журналисты, это так называемый план Колокольцева. Он был распространен как в украинских средствах массовой информации, так и появлялся, в том числе и в западных, видимо, это и был главная задача этого самого плана. Так вот, согласно плану Колокольцева, напомню, что господин Колокольцев, это министр внутренних дел Российской Федерации, он передал план Вашингтону, якобы состоит он из нескольких ключевых положений, в том числе, которые касаются оккупированных территорий Украины. Если к конкретике. Следующее ключевое положение. Украина должна полностью выйти с Донецкой и Луганской областей. Россия передает Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией и контроль над демилитаризованной 100-километровой зоной вдоль Днепра к Черному морю. Украина берет на себя обязательство не перекрывать поставки воды в Крым. Это тоже важный аспект. Украина закрепляет в Конституции внеблоковый статус, не вступает в НАТО или другой альянс. В Конституции украинской закрепляется понятие армии мирного времени в составе 350 тысяч человек. Перечень вооружений будет закреплен. Не более 125 условно-боевых самолетов. Это для наших зрителей я поясняю. Крым определяется как особая демилитаризованная территория с двойным подчинением Украины и России. США снимают запрет на санкции, запрет на поставку в России технологий определенных. Россия готова к обсуждению передачи Украине Запорожской и Херсонской областей в полном объеме. Россия не против вступления Украины в Европейский Союз. Ну и дальше, дальше, дальше. Вот идет еще несколько пунктов. Этот план Колокольцева, так называемый, что абсолютно является, как по мне, полным бредом, он нашел отклик в определенных экспертных кругах Запада. Давайте так. Это выглядит как серьезные уступки со стороны Кремля, но Украина готова на подобные уступки. Вот скажу вот так. Ну, Украина совершенно однозначная позиция, да, которая была неоднократно озвучена. И, в общем-то, Украина продолжает двигаться в этом направлении. И это мирная формула мира президента Зеленского. Основным положением, которое является то, что Россия должна вывести свои войска с территории Украины. И я думаю, что появление всех вот этих вот мирных планов, собственно, существует для того, чтобы размыть эту позицию Украины, да, и на самом деле попробовать Украину и ее западных союзников, в первую очередь, выставить как агрессоров. То есть, в общем-то, ну вот мы же предлагаем эти уступки, да, вот мы же предлагаем, мы готовы. А Россия, а Украина не готова. Но при этом совершенно оставляют в стороне тот факт, что эта война стала результатом агрессии России против Украины. И что эту войну очень легко можно остановить, просто прекратив агрессию со стороны России, да. И, в общем-то, ну это та позиция, которую Украина занимает. И пока у нас есть силы, я уверена, что мы будем продолжать бороться. И не будем идти на подобные мирные предложения. Якобы мирные. Да, естественно, туда важно добавлять это слово якобы. Путин во время, кстати, саммита ШОСа говорил о том, что... ШОС плюс, это была встреча, говорил о том, что в основу будущих переговоров Украины и России должны быть положены именно стамбульские договоренности, которыми якобы приходили стороны во время встречи в дворце президентском Далмабахче, в Стамбуле, еще в начале полномасштабной агрессии. Те самые договоренности, они были критически ужасны для Украины. Это очень, если очень мягко сказать, издание New York Times буквально вот недавно публиковало документы, и там абсолютно разгромная ситуация в отношении Украины и этих, вряд ли можно назвать целым, мирной инициативой. По вашему мнению, кто может выступать третейским судьей, если мы говорим о вот этих перспективных, далеких, гипотетических переговорах Украины и Российской Федерации, учитывая резкие заявления как со стороны Кремля в отношении легитимного президента Украины Владимира Зеленского, так и то решение, которое было принято украинской стороной о невозможности договоров, переговоров в целом с человеком, который мнит себя, я не знаю, новым цезарем, не знаю даже кем, я имею в виду Владимира Путина. Ну, я думаю, что на самом деле очень сложно сейчас ответить на этот вопрос, потому что совершенно очевидно, что очень неблизко окончание этой войны, то есть с теми позициями, которые занимают стороны и с теми процессами, которые происходят на международной арене, когда с одной стороны формируется коалиция российская, так называемая ось зла, и с другой стороны формируется коалиция западных стран, которые поддерживают Украину, то есть вряд ли эти мирные переговоры, которые на самом деле принесут мир, будут происходить в ближайшее время, поэтому достаточно сложно говорить о том, какая ситуация сложится на момент, когда эти переговоры станут возможными. Юлия, спасибо вам огромное за анализ, ваше участие в эфире «Фридом» всегда вам тут рада. Юлия Коздобина, напомню, эксперт аналитического центра «Украинская призма», была на связи со студией «Фридом». В телеграм-канале «Фридом» только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.